Здравствуйте, в эфире программа «Жесть». В студии Александр Твердовский дали о том, что случилось в городе области сегодня 17 августа. Сегодня в советском районном суде вынесли приговор Руслану Мавлютову и его подельнику Александру Шевченко. Молодые люди обвинялись в покушении на убийство. В июне прошлого года УДК «Химик» во время криминальных разборок подсудимые открыли стрельбу по группе людей. В результате перестрелки ранения получили 5 человек. Светлана Урванцева продолжит тему. Это показания одного из участников тех событий. Мужчина рассказывает, что в тот вечер ему позвонил отец. Услышав, что родственник угрожает опасность, сын приехал к ОМЦ «Химик». Там должны были состояться переговоры между братьями Мавлютовыми и Даниилом Кармишиным. Последний задолжал экс-депутату городского совета больше миллиона рублей. Кармишин задолжал деньги, как я понимаю, почему-то брату, твоему ли, твоему, не знаю. Должен был деньги и не отдавал. За поддержкой обратился к моему отцу, так как отец учредитель нашего клуба. Как воспитанник, видимо, обратился к нему за поддержкой. На встречу к «Химику» группа Кармишина из 20 спортсменов приехал на нескольких автомобилях. Там на стоянке увидели «Ладу» 14-й модели. Из нее вышли два человека в масках и открыли стрельбу. В результате перестрелки ранения получили 5 человек. Как установили позже, стрелявшими были Руслан Мавлютов и его приятель Александр Шевченко. По материалам дела, нападавший произвели 21 выстрел с расстояния 7 метров. Троим потерпевшим был причинен вред здоровью средней тяжести. Еще двоим – легкий вред. Люди не погибли только потому, что успели спрятаться за машину. Злоумышленники скрылись, а раненых доставили в больницу. Через несколько дней подозреваемых задержали. Полицейские изъяли части оружия, которое нападавший выбросили в Иртыш. 29-летнего Руслана Мавлютова заключили под стражу. Его 26-летний соучастник был помещен под домашний арест. По мнению государственного обвинения, у органа предварительного расследования собрано достаточное количество доказательств о том, что вина в совершении преступления, именно покушение на убийство духа и боли лица, доказана в полном объеме. Именно данное действие намеревали совершить подсудимым, однако по незвищим одних обстоятельствам смес преступления скрылись, не доведя своего преступного мусора до конца. Руслана Мавлютова и Александра Шевченко обвиняли по двум статьям. Незаконное приобретение, охранение и ношение оружия, а также покушение на убийство двух и более лиц, совершенные общеопасным способом. Только по последней статье подсудимым грозило до 20 лет колонии. Гособвинение просило назначить Мавлютову 10,5 лет лишения свободы, а Шевченко – 12,5. Последний имел непогашенную судимость и в связи с рецидивом прокуратура настаивала на более суровом наказании. В своем последнем слове обвиняемые раскаялись, попросили прощения у потерпевших и заверили, что не хотели никого убивать, лишь пытались припугнуть. Кстати, представители другой стороны заявили, что не имеют претензий к подсудимым и просят суд не наказывать их строго. В итоге Советский суд вынес приговор. Руслану Мавлютову назначили наказание в виде четырех лет колонии общего режима, Шевченко – пяти лет колонии строгого режима. Сроки оказались значительно меньше, чем требовала прокуратура, так как статью покушения на убийство переквалифицировали на менее тяжкую. Умышленное причинение вреда здоровью, легкой и средней тяжести. В три часа ночи на улице Лукашевича патрульный экипаж заметил мотоциклиста, который ехал без шлема. Полицейские потребовали нарушителя остановиться, но тот только прибавил скорость. Останови, улица, не дуй! К погоне за мотоциклом присоединились еще несколько экипажей. На улице Нефтезаводской байкера заблокировали. Как выяснилось, за рулем Кавасаки находился 17-летний амич. В отношении него составили 7 протоколов. За невыполнение требований остановиться, за управление мотоциклом без документов, за езду без прав, за отсутствие регистрационных знаков, за вождение без шлема и за два раза проезда на красный сигнал светофора. Так что родителям молодого человека придется выплатить по штрафам круглую сумму. На окраине города, на Красноярском тракте, полицейские заметили молодого человека с мешком в руках. Как выяснилось, 18-летний амич собирал дикорастущую коноплю. Вес гербария потянул на 2,5 килограмма. Задержанный рассказал дознавателям, что марихуану готовил для собственного применения. Я пошел с мешком нарвать коноплю. Направился в сторону дома, в сторону Мальновского. А не доходя до Мальновского, улица на трассе, по Красноярскому тракту, у меня полиция встала. Ранее молодой человек был судим за кражи. Кроме того, он стоит на учете у нарколога. Сейчас за хранение запрещенных веществ в крупном размере ему грозит до 10 лет колонии. За аналогичные преступления задержаны 25-летний житель Советского округа и 39-летний мужчина из Ленинского округа. В отношении всех задержанных возбуждены уголовные дела. В администрации районов полиция направила требования уничтожить очаги дикорастущей конопли. Октябрьский районный суд вынес приговор торговцу контрафактным алкоголем. В ходе оперативных мероприятий полицейские изъяли у предпринимателя более 100 тысяч бутылок на сумму 25 миллионов рублей. Анна Рыбина расскажет, какое наказание понесет бизнесмен. 112 тысяч бутылок спиртного полицейские изъяли со склада. Алкоголь без акцизных марок увезли в лабораторию на проверку. Назав складом, завели уголовное дело. Общая сумма контрафактного товара более 25 миллионов рублей. По данным прокуратуры, Алексей Анисин лично принимал алкоголь, осматривал его, а значит был в курсе подлога. Анисин, действуя по предварительному сговору с неустановленными лицами, приобрел, перевез и хранил в целях последующего сбыта, а также сбывал маркированную поддельными федеральными специальными марками алкогольную продукцию, которая фактически являлась немаркированной. В количестве более 112 тысяч бутылок на общую сумму более 27 миллионов рублей. Свою вину Анисин не признает. На должность заведующего складом его назначило руководство фирмы, в то время, когда он работал водителем. И подставило, считает мужчина. Именно начальство, по словам подсудимого, обманным путем вводило контрафактную продукцию в единую систему контроля. Со слов обвиняемого, он ничего об этом не знал, просто принимал товар. Деньги поставщикам перечисляли безналом кто-то из руководства. Каким образом я, рядовой работник, оказался виновником торжества, алькопоны, может быть, а лица, которые имеют, ну, наверное, они имеют ресурсы, денежные средства и так далее, они стали неизвестными. Ну, в новом уголовном деле для прикрытия, я думаю, это уголовное дело новое лежит на полочке. Алексей Михайлович просто исполнял свои обязанности по трудовому договору. В материалах дела выделено уголовное дело в отдельное производство в отношении неустановленных сотрудников регион-проторга, которые якобы, значит, совместно с моим подзащитным осуществляли какую-то нелегальную деятельность. Однако, по уголовному делу допрошены все сотрудники регион-проторга. И какие неустановленные сотрудники еще есть, то есть, это вопрос. У суда иная информация. С 2015 года Анисин вступил в преступный сговор с группой лиц. На них, кстати, завели отдельное уголовное дело. Они покупали контрафактный алкоголь в разных регионах страны и потом продавали в Омской области. Фигурант обеспечивал доставку спиртного с поддельными федеральными марками на склад в Омске. После этого он с помощью посторонних лиц перевозил продукцию к местам сбыта, в том числе в торговой организации. В итоге Октябрьский районный суд отправил Алексея Анисина на два года в колонию строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован. Продолжение следует...